Днедорожник от Шипа И начну сразу с хорошей новости После первого выпуска Шипа прислал небольшое улучшение заднего моста Дабы избежать тот хруст, который мы слышали при подъеме на гору Значит, в заднем мосте появилась вот такая вот стягивающая балка Которая стягивает и не дает разъехаться задней сборной рамке Тем самым исключается проскакивание шестерни и дифференциала Итак, давайте приступим к монтажу кузова на данное шасси Начнем с того, что я покажу, как крепится шасси Спереди и сзади есть специальные посадочные места Как на самом шасси, так и на кузове Вот передняя часть кузова насаживается вот над эти два пина А, соответственно, задняя часть кузова осями садится в эти отверстия Фиксация происходит за счет вот этих двух длинных пинов Важно избежать попадания проводов в ненужные места Тогда кузов с первого раза сядет отлично Вот, похоже, мы попали с первого раза Все, кузов сидит, никуда не ездит Осталось только нам зафиксировать пины Все Собранная модель оставляет положительное впечатление В первую очередь за счет того, что она имеет такой массивный вес Когда ее берешь, ощущаешь, что действительно модель И подвеска достаточно надежная Вот такой у нас кузов короткой версии Defender А что у него есть? Ну, во-первых, открывается капот Открываются двери, которые никаких замков не имеют Далее у нас есть третья дверь В собранной модели с кузовом достаточно мягко работает подвеска Несмотря на то, что сзади у нас стоят жесткие желтые амортизаторы А спереди мягкие Ощущение того, что зад существенно жестче, чем перед, нет При езде одинаково работает и задняя, и передняя подвеска Теперь я покажу вам, как снимается крыша Значит, крыша освобождается просто за счет вытаскивания пинов из отверстий Ничего здесь такого сверхъестественного нет Вот так сняли крышу Снимаю здесь дополнительные перемычки Вот так выглядит у нас кабриолет со снятой крышей Рамки, в принципе, двери можно тоже снять Не знаю, нужно ли это здесь или нет Мне, к сожалению, они так просто не снимаются Потому что рамки являются частью конструкции двери Стекловое стекло, к сожалению, здесь не опускается Что касается салона, то здесь, на мой взгляд, легко можно поместить задний ряд кресел Вот если этот приемник убрать куда-то назад Сюда вполне влезут полноценные кресла То есть у нас будет четырехместная модель с нормальным салоном При постройке модели я сюда внес ряд изменений Некоторые связаны с тем, что не было деталей нужного цвета Некоторые просто мне больше нравились в силу каких-то своих мыслей Итак, начнем с существенных изменений Первое – это капот Как вы помните, модель основная была серая И капот, вот эта вот особенно трапециевидная часть капота Она была сделана с помощью карданов серого цвета В случае с желтым цветом, естественно, серые карданы смотрелись бы здесь не очень красиво Кроме того, я использовал вот такие вот крыши от LEGO City Это своего рода горб, который присутствует на моделях, если я не ошибаюсь, с турбодизелем Бампер у меня здесь стоит другой В оригинале у шипа стоит бампер длиннее на два студа Мне конструкция показалась хлипкой, поэтому я сделал одну балку Но чуть покороче Зеркала я поставил выполненные по новой технологии Это использование вот этих вот деталей Плейты модифицированные, у которых есть крепление для шарового пина или осей Притом на пине не болтается, на шаре, да, а сидит плотно То есть деталь изначально сделана так, чтобы это было плотное сочленение Идем дальше По мелочи это сиденья новые Арки Арки также сделал немножко другие У шипа арки были утоплены на пол студа внутрь и крепились они с помощью систем деталей Я же сделал арки пошире и закрепил их на стандартные техниковские пины На мой взгляд лучше смотрится с большими колесами Ну конечно не с этими Естественно они держатся намного крепче Окна у шипа были немного поуже Задние вот эти большие Потому что вот эта часть у него была 3 студа, не 2 как у меня Поэтому окно у него было уже Посмотрел чертежи и мне показалось, что будет так лучше И поставил сюда также перемычку вот такую на окно Самое существенное изменение, которое здесь есть, это обрезанный на один студ кузов Да, вот этот задний свес он был длиннее на целый один студ Также сзади я поставил жесткие желтые амортизаторы Для чего это нужно? В готовом виде модель была достаточно тяжелая И как это ни странно, задняя подвеска она практически полностью проседала Поэтому сзади поставил желтые, спереди я ставил стандартные серые При этом какого-то я такого сильного дисбаланса, там жесткое, мягкое нет Последняя модификация, которую я вспомнил Здесь я поставил такой пин Пин, который скрепляет рамку лобового стекла и крышу В оригинале здесь не было никакого соединения между крышей и рамкой Поэтому в этот акт все ходило ходуном Модель существенно прибавила в жесткости Какие итоги? Мы еще не катались Приобрести инструкцию по сборке можно на сайте автора Ссылка в описании снизу В следующем видео прогулка по пляжу Потом будет сравнение с Тойотой, также отдельным видео Спасибо за ваше внимание Оставляйте ваши комментарии и вопросы снизу А также ставьте лайки, если вам понравилось До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok